привет друзья эту футболку вы наверное уже видели в одном из роликов может быть с Дмитрием Юрьевичем Пучковым может быть я один в ней был что это такое это себе джиби себе джиби такой клуб в Нью-Йорке который является одним из являлся точнее он уже не функционирует довольно давно пару десятков лет наверное я в этом клубе был но был уже после закрытия просто посмотрел на эту длинную кишку в которой играли лучшие музыканты своего времени лучшие музыканты конца 70-х начала восьмидесятых годов частности группа текила джаз там играла так уж повезло но кто-то еще из наших музыкантов там умудрился сыграть но про текилу я знаю точно а что там происходило еще там происходил взрыв настоящей новой музыки возрождение рок-н-ролла который начал было чахнуть ко второй половине семидесятых но не зачах а возродился и с новой силой подарил нам радость жизни радость этой чудесной музыки и бодрость духа которая не дает нам пропасть несмотря на все козни окружающего мира который нас пытается ну как-то так дисквалифицировать наверное кто играл в клубе себе джиби ну ричард хелл играл до группа рамоунс играла и вышла из этого клуба себе джиби заезжал туда в нью-йорк интеллигентный парень в очках хелвис костелло который стал мега звездой и продолжает ей оставаться по всю пору пела там пати смит пела там де бора харри с группой блонди много там было хороших артистов но про лурида и вел ват андеграунд я уж не говорю у них правда свои были любимые точки входа и точки выхода но себе джиби никто не миновал такой клуб приятный в хорошем месте на самом деле находится и парень которого я хочу сегодня вам представить зовут вот том берлен настоящая фамилия его миллер но все узнают как том берлен прекрасный гитарист прекрасный гитарист это мало прекрасный музыкант прекрасный поэт замечательный певец автор песен это его сольные пластинки каждая из них достойна отдельного разговора потому что музыка действительно замечательная у тома берлена и он достоин того чтобы обсуждать все его сольные альбомы он чудесен просто видите сколько я и я все их слушаю между прочим не просто они у меня стоят я их слушаю я их люблю но прославился том берлен как гитарист автор песен и фронтмен группы телевизион которая записал на удивление мало пластинок а именно студийных 3 а вместе с концертником который называется blow up по моему если я не ошибаюсь 4 но эти будем говорить три альбома останутся в веках навсегда в истории современной музыки тем более а самое главное это вот что это пластинка которая вышла в 1977 году называется она марки мун это революция это действительно ли у меня он тут вот с этой штучкой да это японская такая вот японец родной хороший люблю его слушаю чаще чем все остальные пластинки верлена и 2 альбома группы телевизион хотя они тоже очень хорошие я к ним подойду еще в скором времени марки мун это революция так и критики писали и я так считаю я последнее время стал чаще что-то соглашаться с критиками может быть я других критиков стал читать хороших которые хотя бы знают пару нот что-то слышали в жизни еще кроме группы bonnie m или там donna summer и или там никелбек что в принципе одно и то же на мой взгляд я извиняюсь но тем не менее революция случилась группа рамонс все с ней понятно группа рамонс это никакие не панки на самом деле никакие не нововолновщики это простые парни которые играли классический рок-н-ролл самого начала до самого конца это абсолютные стопроцентные рок-н-ролльщики в рваных джинсах в кожаных куртках очень смешно кстати когда я вижу девушек в рваных джинсах сейчас что таких специально разорванных меня какой-то смех одолевает и одновременно тоска потому что девушки понятия не имеют что это за рваные джинсы откуда они пошли пошли они от группы рамонс а кожаные куртки пошли от джима моррисона то есть из чего я делаю вывод что рок-н-ролл является мода образующей вещью вся там мода и попсовая и гламурная которую мы видим это все началось когда-то давно в рок-н-ролле про штаны-бананы я уж не говорю восьмидесятых это все пошло от музыки от музыки ска от группы madness и всех остальных это и очень смешно вот смотреть на этих модников которые не подозревают что они на самом деле рок-н-ролльщики латентные сами об этом не подозревать ну да ладно том верлен тоже играл вместе с группой телевизион клубе себе джиби с огромным успехом а революция музыкальный да в чем же заключалась эта революция по сути телевизион продолжали то что начали когда-то давно там тремя годами раньше музыканты группы well at underground но телевизион превратили эту музыку в настоящий рок это настоящая стопроцентная тысячепроцентная гитарная группа сосредоточенная на гитарной игре на мастерстве исполнительском на гитаризме и на очень хороших мелодиях вокальных гармониях на песнях то бишь которые писал том верлен и вот это совмещение про рамонс я сказал да рамонс прямолинейный корневой в общем-то рок-н-ролл просто громко и быстро сыгранный а здесь нет здесь вот эта штука такая не нойзовая даже как говорят soundscape да из вот on the ground совмещена сроком и совмещена не побоюсь этого слова с группой крим кстати писали в то время когда телевизион начали играть и записывать пластинки что это второй второй крим хотя на крим не похоже блюзовой основы никакой здесь нет даже близко это чистый белый холодный ледяной белый просто вот такой как белый клоун в цирке рок но при этом гитарные импровизации гитарные партии основа вся музыкальная гитарная она прямо вот напрашивается сравнение с группой крим и на концертах это очень слышно вот этот самый концертник blow up он плохо записан он записан по моему в клубе себе джиби он и записан на самом деле он длинный он был у меня когда-то на компакт-диске на виниле его не видел и там вот эти развернутые гитарные импровизации просто в полный рост в чем еще отличие вот этот самый гитаризм роковые он не обработан абсолютно никакими овердрайвами никакими фузами никакими там флэнджерами не к ничем вот ничем таким ты не расскажем практически чистый звук гитарной чуть-чуть подгруженный ну где-то там отдаленно в будущем поп-рок такой группы дай стрейтс например тоже в общем такой почти чистый звук поп-рок в хорошем смысле я люблю дай стресс на самом деле там конечно за обработана гитара довольно сильно но все равно в идеале там как бы позиционируется как чисто звучащая гитара здесь еще чище здесь еще меньше обработок их практически почти нет чуть-чуть подгруженный комбик и кристальный звук фендера двух фендеров ричарда лойда и тома верлена двух изумительных гитаристов которые создают такую картину и так необычно играют так здорово сына его первая песня да кстати там берлен в списке журнала рейнгстоун входит в сотню лучших гитаристов мира за номером 90 это я прочитал в интернете не недавно совсем просто решил освежить ну 90 место это совсем неплохо поскольку замечательных гитаристов десятки тысяч существует ну правда журнал rolling stone вот такой сам по себе на него внимание обращать не надо сынов его врубается сразу гитарами барабанами гитары чистые например чистые аккорды чистые одноголосые партии жесткие прекрасно сыгранные вину с это 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 после драматического куплета достаточно сильного раскрашенного опять-таки гитаризмом том берлен кстати ссорился с с музыкантами первого состава группы телевизион несмотря на то что он замечательный поэт автор стихов он сколько сольных альбомов она записала с песнями он наставил на том что музыка первично и музыки должно быть больше чем текста а все остальные говоришь нет надо петь кричать на рашу веду а берлен грн нет надо играть больше и вот так вот здесь на игра на много-много-много всего песня friction изумительная с нее можно вообще начинать прослушивание потому что сверлящие как дрелью гитарное соло такое тремоло которое санта не не снилось так как бормашина просто в мозг впиваются в сверливается гитарный вот эти тремоло с дикой скоростью очень чисто сыграно и чистый звук чуть-чуть подгруженный как я уже говорил немножко с хрипотцой такой вот фендеровский марки мун песня тоже казалось бы 2 2 гитары без обработок до бас и барабаны из нескольких частей внутри состоит с витиеватыми соло такая паутинка плетется из двух слов но паутинка не тоненькая изящная паутинка из проволоки такая очень жесткая громкая мощная elevation драматически но номер драматический с такими же сверлящими соло но без тремоло а просто разрезающими мозг сдвоенные гитары вот это все просто вот так вот крутится 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 гайден лайт начинается как такая лирика на двух аккордах лирическая балладка которая переходит какой-то грандиозный эпос ну опять-таки не вот без этого вот арт-рока без синтезаторов а двухгитарный такой эпос за счет мелодии берлена за счет его голоса за счет гармонии которая вырастает в такой замок грандиозный правит очень дерганное очень нервное произведение надо послушать но вот дергана это дерганая но мы уже погрузились в эту музыку это у нас раз два три 4 5 6 7 7 песня и мы уже куплены группы телевизион куплен на этим гитаризмом с двойными гитарами не похожими партиями на блюз на джаз на хард-рок не похожи все по-другому и все очень точно тонн стартейн драма драма печаль смурь но хорошая смурь не такая с мышц смурь смурь а хорошая смурь задумайтесь о жизни о себе печальная история с безумными соло опять но к месту все к не соло ради соло а это музыка том берлен не играл соло просто ради соло он играл музыку что еще сказать про берлена он жил вместе с певицей party smith party smith его любила он любил party smith и они жили поживали в нью-йорке про их совместные концерты я ничего не знаю скорее всего они были конечно но party smith она мы не погрем отдельно она достойна специального разговора и ни одного о многих она очень конечно интерес так же как и дарлен мы к нему вернемся еще обязательно но party smith все-таки тусовалась побольше overland все время сидел на у тебя на у себя на чердаке и занимался вы на гитаре вот такой парень рекомендую еще очень вот эту пластинку это третий и на сегодняшний день последний альбом телевизион вышел в девяносто втором если я не ошибаюсь году до 92 и посмотрите в ютюбе есть клип на песню под названием call мистер ли и там вот это двухгитарный двухгитарное построение они и слышны и видны и они такие напряженные такие чистые такие точные так здорово сыграно хотя казалось бы современным гитаристом а особенно тем кто учится глядя в youtube и дома играет вот эти все штуки скажут а ерунда это вообще играть нечего ну попробуйте сыграть также точно также чисто с такой же подачи с таким звукоизвлечением идеальнейшим это не получится это нужно другое другую форму сознание нужно для этого иметь просто так не получится call мистер ли называется песня жуткое произведение под названием марс финальное закрывающее этот альбом она просто жуткая просто жуткая хотя группа очень хорошая очень энергичная не похожая ни на что и открывшая то самое направление которое потом назовут уже постпанк все вот эти как я уже был саундскейп и они все вышли из группы телевизион еще в 1977 году с пластинкой марки мун я пойду слушать марки мун 100 тысячный раз сейчас на ночь ну и пить буду естественно себе джиби пока